Все очень просто. Вот, допустим, у меня мало денег. Это правда. Допустим, у человека может быть правда мало денег. Но как вы думаете, это должно приносить ему страдания или нет? Например, только в том случае, если он голодает и спит на холоде. И то только первое время. Потому что даже к этому человек очень быстро привыкает. Вы знаете, дайте с меня понять, о чем я сейчас говорю. Это очень важно понять. Допустим, я специально ездил в одну деревню, в которой сохранились старые постройки, просто как музей. И я увидел, что люди просто жили в клетушечках, и им там было хорошо. Считалось даже на Руси, что достаточно просто, чтобы хватило места для сна. И это значит, что нам на жизнь хватает. Зажно, Олег Иванович, извините. Смотрите, у меня есть один знакомый в Индии. А в Индии один процент разводов всего. Слушайте внимательно. О чем я сейчас говорю? В Индии всего один процент разводов, а у нас восемьдесят. Это значит, что восемьдесят человек, которые женятся, из них, из ста, все разведутся. Ну то есть из ста, все восемьдесят разведутся. И только двадцать останутся на всю жизнь вместе. Это страшная картина. Теперь, смотрите разницу в сознании. Я приехал в гости к своему другу, знакомому, которому мы уже сотрудничаем. Он мне подбирает, находит камни, чистую породу, чтобы небо, она не грекая была. Сейчас много обманывают в этом, но все. Он сам ее обрабатывает, чтобы камни лечебной силы обладали. Это целое искусство. Нужно правильно работать и так далее. Все равно это делать для меня. Я иногда приезжаю в Джакур к нему в гости. И у него большой дом. Он не бедный человек. Вот, у него большой дом и несколько семей живет в этом доме. У него есть два сына и одна дочь. И все живут вместе. И также его жена, а также родители жили там, пока были живы. Как вы думаете, сколько комнат нужно на одну семью? Всего одну комнату, на одну семью. То есть они живут все вместе, одной семьей. И там у них просто вот санузел есть в этой комнате отдельный. И все. Теперь я спросил, а почему бы вам не жить, не построить своим сыновьям по дому? Почему вы так теснитесь? И он так посмотрел на меня. Это было при всей семье, было вопрос задан. Посмотрел, побледнел. Старший мужчина, ему сейчас уже около 60 лет. Побледнел и говорит, ты что меня хочешь проклясть? Ты хочешь, чтобы я не мог каждый день смотреть на свою внучку, на своего внука, на своих сыновей? Теперь представьте, в нашей культуре мы все живем в одном большом доме. И у каждого, у каждой семьи по комнате. Что произойдет? Будет безумие просто, безумие. То есть мы переругаемся, разъедемся. Это искусственная вещь. Мы не сможем так жить. Больше того, вам скажу, что есть еще и другие культуры, не такие, как наши. Допустим, в Америке двухкомнатная квартира считается, что есть две комнаты, с каждой санузлом с отдельным, а также общий зал. Это двухкомнатная квартира. У нас двухкомнатная квартира, это просто две комнаты. А там две комнаты плюс еще зал общий. Потому что в этом зале они встречаются. А комната предназначена для жизни одного человека. У него свой собственный санузел. И если такой комнаты нет, человек не женится, потому что ему негде жить. Потому что в той культуре люди не могут жить вместе, в одной комнате, муж и жена. Надо жить отдельно. Но иначе с ума сойдешь. И искусственно это ничего с этим не сделаешь, понимаете? Это уже в крови. Теперь сразу возникает вопрос. А почему они могут жить вместе, а мы нет? Это зависит от уровня смирения сознания. Когда рано утром я встал с постели и пришел в эту общую комнату, где все собираются. Постоянно там дети играют и так далее. В этот момент пришли, раньше пришли два сына. Им уже по 35-40 лет. И потом только пришел отец. И когда зашел отец, они бросились ему в ноги. И он вот так вот положил им на голову свою. И так происходит каждый день. Из года в год. Когда говорит отец, все просто смотрят и молчат. Даже если он говорит неправильно. Но потом отцы может какой-то подойти смиренно сказать. Папа, мне вот кажется, что вот так. Может я не прав. И как отец реагирует. Он скажет, я изучу этот вопрос. Я подумаю. Понимаете, там нет проблем. Нет проблем, потому что люди ведут себя смиренно. Это называется благость. Что такое благость? Это когда мы способны уважать старших. Не поднимайте руки, просто подумайте. Тест. Кто из вас хоть раз в жизни покланился своим родителям? Надо поднимать. В основном человек 20 в этом зале поднимут руки. Все остальные нет. Ну хорошо. Давайте проэкспериментируем. Кто из вас в жизни хоть раз, один раз кланился своим родителям? Поднимите руки. Выше. Внутри в зал. Это 20 человек сегодня. Я говорю хоть раз. Какая раз на свадьбе на обряд, не на свадьбе на обряд. Всего 20 человек. Видите? Это наша культура. Это наша культура. Да дайте это понять. Что мы не живем вместе большими семьями, потому что мы не можем уважать друг друга. Это признак отсутствия благости в нашем сознании. Из-за этого семьи разрушаются, а не из-за того, что мы не можем сойтись характером. Причина разрушения заключается в том, что не хватает благости. Вот это силы, побеждающие судьбу. Потому что все мы можем жить вместе. Но для этого сначала надо простить своих родителей. Для начала надо простить своих родителей. Потому что если человек не простил родителей, он не может простить близкого человека. У него нет только санкций. Сила судьбы спускается сверху вниз. Сила судьбы спускается сверху вниз.